Страсти по бисеру с сегодняшнего дня кипят в Городековском музее. Именно так называется выставка, которую привезли из Москвы. В экспозиции 170 предметов, расшитых бисером. Экспонаты представляют искусство бисерной вышивки в России с конца 18-го до середины 20-го века. О материале, который когда-то ценился не меньше золота, расскажет Наталья Смоленинова. Открывает нашу выставку один из самых ранних экспонатов. Панно выполнено в 1790-е годы. И вот как раз мы здесь видим стеклярусную вышивку. Такие продолговатые стеклянные полосочки. Это не бисер, это именно стеклярус. Мода на вышивку бисером и стеклярусом в России началась на три столетия позже, чем в Европе, в конце 18-го века. Везли бисер из Богемии и Венеции. И стоил он дорого. За миниатюрный кошелек, искусно расшитый стекляшками, можно было купить пять тонн муки. Хобби вышивания бисером могли позволить себе лишь аристократы. Мода на бисер в 19-м веке захватила и женщин, и мужчин. Вот, например, представлен мужской мир в бисере. Здесь есть и коробочка для табака, и сама курительная трубка с бисерной вышивкой. Или вот, коробочка для игральных карт. Все это вышить могла либо любящая жена, либо сам великосветский модник. Все экспонаты доставлены в Хабаровск из Московского музея-усадьбы Останкино. Каждая бисерная вышивка – это эксклюзив, хендмейд. Наладить массовое производство бисерных панов в 19-м веке не удалось. Однако некоторые мастерские нанимали старательных крестьянок и обучали их искусству вышивания картин из бисера. Если бисер был очень мелкий, в него не проходила иголка, даже самая-самая тонкая. Поэтому смазывали нитку воском, чтобы она была еще тоньше, вставляли в каждую бисеринку и дальше, продевая нитку в иголку, пришивали каждую бисеринку отдельно. В 20-м веке бисер научились делать из металла и пластмассы. Материал стал дешевле, им заинтересовались кутюрье. Бисер стал модным трендом. Расшитые накидки и платья – хит 20-х и 30-х годов прошлого столетия. Но даже в эпоху индустриализации изделия из бисера – это всегда итог кропотливого ручного труда. Наталья Смолининова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».